Добрый день. Я, заведующая проектом группы «Детская развивающая литература» Анна Гришина, расскажу вам о наших новинках в детской редакции. Итак, первое, о чем я хочу рассказать, это замечательное продолжение нашей серии «Находилки-развивалки». Это три книжки, линейка, посвященная иллюстрациям Ральфа Бучкова. Великолепный художник, прекрасные отзывы и масса премий, бестселлер на немецком Амазоне. Вот, я показываю иллюстрации. Как вы видите, стиль рисования очень необычный. Он не просто ребенка обучает, он это делает в игровой, очень веселой манере, в виде несуразностей, которые ребенок должен найти либо самостоятельно, либо вместе с родителями. Это развивающие занятия, которые точно понравятся ребенку и повод для беседы на многие темы с ребенком и родителей, бабушек, дедушек и так далее. Три книжки. Первая книга посвящена, это мой веселый выходной называется, она посвящена по большей части бытовым каким-то несуразностям. То, что ребенок видит каждый день у себя дома и то, что он, наверное, с легкостью заметит, что где не так. Вот, еще одна очень забавная книга – это «Удивительное дело. Невероятные каникулы у бабушки». Собственно, она рассказывает о всяких несуразностях, которые происходили с маленькой выдумщицей Ризой на природе. То есть там на ферме, в деревне, как угодно можно сказать. И что-то тут не так, это веселые рассказы о профессиях. Собственно, тоже очень интересная книга и необычная. Я бы сказала, что таких книг на рынке очень немного, которые позволяют ребенку вот с такого возраста уже получить представление и обсудить с родителями профессии. От музыканта до футболиста, то что угодно. И это все именно в игровой и очень забавный момент. Также мы продолжаем нашу уже зарекомендовавшую себя очень хорошую серию «Вырезаем и складываем из бумаги». У нас выходят целых три новинки. Сейчас я расскажу о двух и еще в одной отеле. Темы, конечно, самые, что ни на есть популярные. Мы начали с таких тем более технических, транспорт, здания. А сейчас мы возвращаемся к детской классике. Кто в лесу живет? Сказки, истории врезалки о лесных животных. А также ферма. Ну, в общем-то, тут даже не стоит говорить, как это полезно ребенку и как это важно. В общем-то, не только развивать какие-то внимание, мелкую моторику, координацию движений, а также фантазию и речь. Все это вы можете с этой книжкой развить. Следующее. Об этой книге мне бы хотелось поговорить отдельно. Это книга нашего методиста. Уникальная авторская методика. Она также используется в одноименной компьютерной игре, которую создает тот же методист. Как вы видите, это карточки, которые ребенок вырезает сам. Вырезать их довольно просто, они крупные. И вот как это выглядит. Ребенок может начать собирать это с картинки. Карточка собирается в любом случае, как бы ребенок ее не пытался собрать. Так, так, по-другому. Она все равно будет держаться. И когда ребенок собрал картинку, переворачивая ее, он видит букву, с которой начинается слово. Таким образом, в игровой, очень легкой манере ребенок изучает алфавит. Также в этой книжке у нас будет стихотворение большое на тему алфавита. Тоже очень веселое и смешное. В общем-то, все сделано для того, чтобы ребенок легко, без труда и развивая параллельно еще внимание, память, свою мелкую моторику, логику, сообразительность, выучил алфавит и подготовился к школе. Еще одна игра в серии «Игры на карточках для детей». Игра называется «Веселая семейка». Это ноу-хоу. На рынке такого нет. Есть нечто подобное, отдаленно напоминающее у клевера, но гораздо менее продуманное, я бы сказала. У нас много разных вариантов игр, которые можно сделать с этими карточками. И в этом наше, я считаю, большое преимущество. 45 карточек. Карточки поделены на 5 семей, по 9 животных каждой. И животные, которые живут дома, животные, которые живут на севере, которые живут в море и так далее. Ну, здесь и обучающий элемент, конечно, и повторяющий для ребенка, который что-то уже знает. Здесь еще также есть 4 карточки сделаны по принципу 4 повышающих уровня. То есть, они начинаются с цвета и заканчиваются цифрами и животными. Что помогает играть в эту игру детям разных возрастов. Начиная с 3 лет и до 5, 6, 7. Это будет весело и интересно. Также могут с детьми играть родители. Ну и, собственно, венец сегодняшнего моего рассказа. Это книга о серии «Я хочу все знать». Абсолютный бестселлер в Норвегии. Эта книга получила премию Брага в конце 2016 года, буквально месяц назад. Премия Брага, если кто не знает, это самая известная и самая престижная премия в Норвегии. Он получил премию в номинации «Детская и мужская литература». Это уже четвертая премия Брага у этого автора. У него более 30 книжек для детей написано. И кроме премии Брага, у него, конечно, еще очень много призов. А эта книга, собственно, рассказывает в очень интересной форме, с иллюстрациями детям о том, как мы стареем. Каким образом стареют животные. Почему черепаха живет так долго, кошка живет не так. Почему человек живет столько, сколько он живет. И так далее. В общем-то, я считаю, что эта книга должна у нас получить отклип учитателя. Спасибо, всего доброго. Спасибо.